Добрый день, давайте знакомиться. Меня зовут Игорь Суздальцев, я ведущий видеопортала трейдеров Ютрейд ТВ. Как вас зовут в миру? Меня Илья зовут. Где вы живете, Илья? В Москве. Понятно. Я замечаю, как только связь не очень хорошая, значит в Москве. Да, да, время рвется, ага. У нас почему? Ну, все на Wi-Fi, Wi-Fi, конечно, послабее. У меня тоже Wi-Fi, да, вечно там слетает. Мы ли ленимся провода тянуть из-за этого? Ясненько. Илья, значит, по Сбербанку я понял вас. Вы мне скажите, кроме Сбербанка вообще Форекс когда-нибудь смотрели, срочный рынок смотрели, пробовали, в принципе? Нет, Форекс я помню, что-то, по-моему, в 2003-м, что ли, я пробовал. Ну, там какие-то проблемы все время с получением денег. Все время что-то, то долго, то вообще там не платили. Тут зависание платформ, поэтому я как-то завязался. Я понял. Сейчас я не знаю, может, сейчас что-нибудь и улучшилось. Ну, у меня было, знаете, скупом. Ну, так себе. Понятно. Илья, то есть ничего было, когда, знаете, они еще, когда у них был этот Бокер-Банк, как-то хлеба-банк, когда они еще давали эти книжки сберегательные, а потом, когда они с этим завязали, то уже так же стало. Слишком в одну сторону. Понятно. Поэтому где-то там в 2000-м, по-моему, в 2005-м, что ли, в 2007-м завязал. Слили. У нас была проблема запроса эти, долго ждать, и там цена убегает. А у них тогда еще не было метатрейдера. Надо было вручную все время нажимать. Илья, чем вы занимаетесь в жизни? Где вы работаете? Да я разнорабочим работаю. Ну где, в торговле, в музее, я не знаю. Да не, в хост-товарах. В хост-товарах, понятно. Да. То есть вы за день натаскаетесь, придете домой и потихонечку... Нет, ну там, знаете, два через два, там два дня можно потыкать. А, два через два. А два дня, это что, круглосуточно, что ли, или как, или по 12 часов, или как это там? Ну, по 12, иногда по 14, как получится. Это хлопотно, я хочу сказать, 12 часов таскать. Ну, у меня рядом с домом, так что нет, срочно. Ясно, ясно. Хорошо. Илья, какая у вас торговая стратегия? Как вы Сбербанком торгуете? Что-нибудь чертите, рисуете, теханализ по звездам? Не, ну, какой там теханализ, он так себе... Ну, в основном, какая-то статистика накапливалась. Ну, то есть, скорее, у Закетов, вот, как я там читал эти книжки по королям, короче, он же Апсон, и так бы, да. Апсоны строятся на этой модели броновского движения. Вот по ней самое то, что надо торговать. Выстраивать интеграл и пошел вперед. Там бездумно можно тыкать. Бездумно я не думаю, надо подумать все равно. Не, ну, он же так и тыкает. Там высчитывается стандартное отклонение бокса, и по ним вперед. Купил, продал, купил, продал. Понятно. Ну, эти банкиры на Форекс, они же так же торгуют. Они же не будут там теханализов, никто не использует, скорее всего. Ну, то есть, так, в основном, придумали кохозники какие-то в Японии в свое время, да, потом другие кохозники в ВИРО платили, а так, в принципе, этим никто никогда не пользуется, скорее всего. Понятно, понятно. Ну, теханализ, это ждать риски большие, это капиталы, должны быть какие-то безумные, наверное, миллионы, миллиарды, чтобы там несколько раз там пытаться там. То есть, там пять раз промокнулись, уже у вас половины нету и так далее. В общем, вы отрицаете теханализ как вид деятельности. Не, ну, почему кто-то может пользоваться, оно же меняется. То есть, вы сейчас попользовались, вам как бы везет, вы подумали, что давайте дальше использовать. Потом вам не поиздевают, а на что-то другое начинается перемет. То есть, так люди метаются туда-сюда. Это правда. Может, и я тоже со временем, как-то у меня там совсем плохо начнется, тоже начну опять себя там это пугаюсь, если будет как-то так, искать какой-то городской, ой, надо опять технический анализ. Ну, то же самое. В любой момент, может, попасть в ситуацию такую. Понятно, понятно. Ясненько, Илья. Как ваша семья относится к вашему увлечению? Как супруга относится к торговле? Запрещает? Да, каждому, то есть, все равно каждый сам в себе уже давно. То есть, она терпеливо к этому относится? Ну, да, да. Это самое главное. Я тоже, кстати, считаю, лучше, наверное, лучше трейдинг, чем пьянка или там еще что-то там, другие глупости всякие. Я тоже, кстати, абсолютно так считаю, поэтому рад, когда женщины с пониманием к этому относятся. Но у меня такая же у самого ситуация, поэтому... Продолжение следует...